Историческое событие на соборной площади в Пензе, на кровлю Евлампевской церкви-усыпальницы, которую возвели рядом со Спасским кафедральным собором, установили купол и крест, чьи освящение совершил митрополит пензенский Нижнеломовский Серафим. Свидетелем торжества стал корреспондент Павел Морозов. Ему слово. Считанные минуты остаются до того момента, как купол удрузят на кровлю в часовне. И пока еще есть возможность прикоснуться к святыне. Выполнена она из специального материала тринитреда титана, который по цвету напоминает золото. Он экологичный, не коррозийный и прослужит несколько десятилетий точно. Прихожане поспешили воспользоваться случаем и благоговейно коснуться креста, который вот-вот вознесется на высоту более 30 метров. Очень хорошее ощущение. Какая-то радость бесконечная. Я даже не могу описать. Я первый раз на таком событии. История воссоздания церкви-усыпальницы на прежнем месте началась еще в 2020 году, когда было проведено исследование уникальных сохранившихся фундаментов Евлампевской церкви-часовни. В ней был погребен прах пензенского святого, святителя Иннокентия. Объект очень сложный и мы долго к нему готовились, потому что это необычное строительство, это воссоздание исторического облика. В нем присутствует очень много монолитных конструкций, довольно-таки сложной конфигурации, сложной формы. Очень много материалов бетона, арматуры, потому что усиление фундаментов. То есть здесь объект довольно-таки по объемам работ довольно-таки большой, но интересный. Прах святителя Иннокентия сегодня покоится в стенах Спасского кафедрального собора, но усыпальница не останется пустой. У нас есть еще четыре захоронения архиереев, епископа Афанасия, епископа Антония, епископа Амбросия, епископа Григория, которые временно, на время строительства собора были перезахоронены к архиерейскому дому. Я надеюсь, что с окончанием строительства этого храма-усыпальницы мы летом следующего года перенесем их честные останки вновь на свое законное место. В торжественный момент водружения купола. Его вес более полутора тонн. Крест на небольшом шпиле весит еще 250 килограммов. Это чудо, кроме пензенских, прихожан увидели и гости из Белоруссии. Внутри все трепещет от того, что от радости, света и добра действует очень благодатное. И для нас тепло еще от того, что мы на пензенской земле второй день и попадаем вот на такое событие духовное, культурное. Внешнее строительство церкви-усыпальницы обещают завершить уже в этом году, после чего останется внутренняя отделка.